Я тут задумалась, что никогда не готовила и не пробовала овся на блин. Это один из очень популярных инстаграм-завтраков, и я уверена, вы видели их очень много. Я решила приготовить 5 таких популярных завтраков и попробовать, что вкуснее. Первое, что мне приходит в голову, когда я слышу фразу «инстаграм-завтраки» — это авокадо-тосты. Куда ж без них? Первое, что нужно для авокадо-тостов — это тосты. По всем канонам здорового питания обязательно на сухой сковородке. Авокадо. О, даже красивый попался. Пока я снимаю красивый авокадо, уже хлеб надо переворачивать. Ну ладно, тут не очень красивый. Та-дам! Тарелка. Не очень инстаграммная, но зато уютная. Эти тосты нужно мазать сливочным сыром. Я купила сыр с хреном. Случайно! Не зря он был на скидке. Будут у меня хреновые тосты. В прямом смысле слова. И, само собой, яйцо пашот. Водичка. Ждем, пока закипит. Яйцо в тарелочку. Приготовление яиц пашот это такая штука, над которой можно спорить. Кто-то говорит, что надо добавлять уксус. Другие говорят, что это бесполезно. Солить воду, не солить воду. Я все делаю просто. Вода уже практически закипела. Ложкой делаю воронку. Внутрь яйцо. И оно себе варится. Вот эти маленькие кусочки белка, в принципе, всегда остаются. От них можно избавиться, только если предварительно яйцо на сито откинуть. Но я как бы этим не заморачиваюсь. Три минутки, и яйцо готово. Чуть-чуть салата. Ну, просто потому что красивее. Тосты. Мой сыр с хреном. Он реально немножко острый. Авокадо. Можно так, а можно вилкой размять. Другую часть авокадо просто в фольгу, вот так плотно. И она может долго в холодильнике храниться и не темнеть. Этот авокадо на второй тост. Лимончик. Просто сверху чуть-чуть сбрызнуть авокадо, чтобы не темнел. Это, конечно, и раньше можно было сделать. Сюда, например, яйцо. И чтобы вообще так по-инстаграмному кусочек красной рыбы. Как-то вот так. Типа небрежно. И обязательно вот так вот сделать. Вот. И чуть-чуть соли. Дороговато, но иногда себя можно побаловать. Второй завтрак. Панкейки или блинчики по-нашему. Вообще-то для хороших панкейков яйца нужно взбить в пышную пену. Но по идее это быстрый завтрак. И кто утром будет доставать миксер и отдельно взбивать белки и желтки. Так что я нашла массу максимально простых рецептов панкейков. И все они примерно одинаковые. 200 мл молока. И 200 г муки. Молоко. Это зависло яйцо. Две столовые ложки растительного масла без запаха. Две столовые ложки сахара. Щепотка сольки. Обязательно. И мука. Можно еще ванильный сахар добавить, но у меня нету. Смотрите. Типа новый венчик. То ли я слишком сильная, то ли это куплено в отделе детских игрушек. Значит вилкой капельку масла вот так салфеткой растираем. Лучше пускай тесто постоит минут 10, но кто утром будет ждать. Когда они немножко схватятся, можно еще ложку теста сверху добавить тогда. Панкейки будут пышнее. Ждем пока появятся пузырьки. Пузырики появились. Снизу подзолотились. Упс. Переворачиваем. Ну ладно. Опять не очень инстаграммная тарелочка. Можно снимать. Тырявые внутри. Тут и так уже куча сахара. Обычная мука, так что гулять так гулять. Сливочное масло. Это конечно все заливается кленовым сиропом или медом. Но у меня абрикосовое варенье. Обожаю. И сметанки еще. С маслом все вкуснее. Чуть-чуть плотное. Не знаю, должно ли так быть. Но в принципе вкусный, сладкий, калорийный завтрак. Неплохие быстрые панкейки, но мне больше нравятся на кефире. И с содой. Ну короче, оладушки. Мне нравятся больше. Завтрак номер 3. Овсяночку никто не отменял. На самом деле я к ней нейтрально отношусь. Но по-настоящему полюбила я овсянку в Таиланде. Когда начала есть ее с кокосовым молоком. Чем дольше время приготовления овсянки, тем она полезнее. Но у меня была только такая. Немного обычного молока и кокосовое. Я его привезла из Таиланда. Но сейчас его можно купить в любых больших супермаркетах. Или заказать в интернете. Или сделать самому кокосы сейчас дешевые. Само собой можно добавить сахар, мед и другие подсластители. Моя уютная не инстаграмная тарелка. Это овсянку. И, конечно, еще один ингредиент, без которого инстаграмный завтрак просто невозможен. Семена чия. Если есть еще люди, которые не знают, как выглядят эти семена, то вот так. А если на несколько часов залить их молоком, то вот так. Мега модный и популярный чия пудинг. Ну, по крайней мере, несколько лет назад он был таким. Семена чия считаются суперфудом, потому что имеют очень много витаминок всяких. Но, к примеру, гречка имеет их не меньше. Но почему-то она не такая модная. И об этом никто не говорит. А еще она дешевле. И мне кажется, вкуснее. Обидно за гречку. Здесь примерно 4 чайные ложки семян чия. Она, ну, где-то 100 мл молока. Можно использовать коровье молоко, можно использовать всевозможное растительное молоко. А можно просто гречки поесть. И декорируем нашу овсянку. Этот чия пудинг можно есть просто так, конечно. Его еще иногда так перекладывают ягодами, йогуртом, гранолой. Можно добавить немножко черного шоколада. Для разнообразия какие-то фрукты, шоколадик, сухофрукты, орешки, овсянка кокосовая. Можно еще кокосовые стружки добавить. Ну и, в принципе, все, что угодно, все, что нравится. Овсянка на кокосовом молоке. Это очень вкусно. Я сначала поковыряла овсянку, потом вспомнила, что я ее не сфоткала. Но удалось все реставрировать, и фотосессия удалась. Завтрак номер 4. Яйцо. Можно 2 яйца, но в холодильнике было всего 3. И если я сейчас использую еще одно, мне просто на пятый завтрак не хватит. Каплю масла. Делаем блинчик. Сверху листик нори. У меня уже жареный, но он сейчас растает. У меня лист потрескался, потому что он жареный. Если будете использовать обычный, он останется целым. Сюда еще сыр, или рыбу, или овощи, или вообще что угодно. Если добавить сыр на горячий блинчик, он расплавится. И делаем рулетик. Можно нори внутрь или наружу, разницы нет. Таких рулетиков можно сделать много, с различной начинкой. Или просто один большой салатик к нему еще можно сделать. Это, наверное, мой самый любимый завтрак. Очень вкусно, особенно если туда еще сливочный сыр добавить внутрь. И пятый завтрак. Впервые буду пробовать овсяно-блин. Две столовые ложки овсяных хлопьев. Чуть-чуть соли. Молочко. Четыре столовые ложки. Не знаю точно, должен ли он быть такой консистенции. Его, само собой, можно делать и сладким, и соленым. Жарим. На маленьком огне. Под крышкой. Ну, какую нашла. Он подсох сверху. Давай только перевернись. Выглядит аппетитно. Укропчик. Переверну свой блинчик на другую сторону. Твердый сыр. И укроп. Чикс. Чебурек. Почти. Салатик. Что это я розу закрыла? Огурец. Болгарский перец. Ну, или любые овощи. Сыр фета. У меня еще оливки были. И бальзамический уксус. Обожаю. Можно даже без масла. Блинчик. Ну, и раз уж у меня уже был лосось. И укроп еще. Вот так. Ну, если предположить, что вы на правильном питании и уже отвыкли от нормальной еды, то это даже очень вкусно. Неплохо. Питательный омлетик с овсянкой. Она стала мягкой, ее совсем не чувствуется. Но я сейчас в деревне. И если бы я, например, предложила этот завтрак своему дедушке, он бы, мягко говоря, меня не понял. Так что предлагаю вашему вниманию самый вкусный в мире завтрак. Пюрешка. И котлетка. Даже две. И это еще из моих предпочтений. Квашеная капусточка с нерафинированным подсолнечным маслом. Ням. Но даже если вы посмотрели это видео, я думаю, что в 90% случаев ваш завтрак будет выглядеть примерно так. Не знаю, насколько полезно было это видео, но спасибо, что посмотрели. Лучше старайтесь больше двигаться, тогда можно позволить себе больше вкусняшек. Особенно на завтрак. Готовьте с удовольствием. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok